Всем привет! В этом выпуске я постараюсь рассказать, как сделать из компьютерного блока питания зарядное устройство для аккумуляторов. Первое, что стоит учесть, это мощность блока питания. Блоки питания менее 150 Вт не подойдут. Они не смогут обеспечить нужный ток для полного заряда АКБ. Для примера я нашел блок питания на 200 Вт. Мой блок построен на микросхеме TL494, поэтому ваши блоки питания могут отличаться от моего. Я не несу никакой ответственности за ваши блоки питания. Если вы не уверены в своих действиях и не знаете, что они могут повлечь за собой, я не рекомендую вам следовать моим инструкциям. Первое, что нужно сделать, это убедиться, что блок питания исправен. Для этого включаем его и проверяем выходные напряжения. Чтобы запустить БП, нужно соединить зеленый и черные провода. Затем измерить выходные напряжения. Черный провод это минус, он общий. К нему нужно подсоединить минусовой щуп вольтметра. К желтому подсоединяем плюсовой щуп вольтметра. Напряжение должно быть в районе 12-12,5 В. Напряжение соответствует норме. Далее нужно подсоединить плюсовой щуп к красному проводу. Напряжение должно быть в районе 5-5,5 В. Напряжение соответствует норме. Если эти напряжения соответствуют норме, можно приступать к переделыванию БП в зарядное устройство. Нам понадобятся резистор 200 Ом, 2 Вт, для нагрузки канала плюс 12 Вольт. Резистор 68 Ом, 0,5 Вт, для нагрузки канала плюс 5 Вольт. Резистор 0,47 Ом, 1 Вт, чтобы ограничить выходной ток на допустимом для блока питания уровне, порядка 8 А. На этом детали заканчиваются, но напоминаю, что это самый простой вариант сборки. Есть гораздо более сложный вариант сборки зарядного устройства с регулировкой зарядного тока и напряжения на выходе. Итак, сборка. Первое, что мы делаем, это разбираем БП и откручиваем плату. Далее отпаиваем кулер и все провода, которые должны были идти к материнской плате, винчестеру, сидером и прочему. Теперь нужно сделать так, чтобы при включении БП в розетку он сразу же запускался. Для этого соединяем ГНД с ПСОМ. На их месте находились черные и зеленые провода. Далее нагружаем сеть 12 и 5 Вольт. К сети 12 Вольт подключаем резистор 200 Ом, 2 Вт. Я взял два резистора по 100 Ом. А к сети 5 Вольт подключаем резистор 68, можно и меньше Ом. Все это нужно для того, чтобы напряжение было стабилизировано. Следующий пункт – это поднятие напряжения в сети 12 Вольт. Для этого нужно заменить резистор R42 на резистор 10-11 кОм. Он идет от первой ножки шим-контроллера и прямо в сеть 12 Вольт. Если после замены напряжение не 14,5 Вольт, то подбором резисторов R44, R45 добиваемся, чтобы оно было в указанном диапазоне. Если этого недостаточно, можно не сильно изменить и R42. Можно также использовать переменный резистор для более точной настройки. В каждом БП это индивидуально. Здесь каких-либо четких инструкций я дать не могу. Когда настроили напряжение на выходе, следует ограничить выходной ток на допустимом для данного блока питания уровне, то есть порядка 8 А. Достигается это путем увеличения номинала резистора в первичной цепи силового трансформатора, используемого как датчик перегрузки. Для ограничения выходного тока на уровне 8-10 А этот резистор необходимо заменить на резистор 0,47 Ом 1 Ватт. Далее выводим провода от GND земли. Это будет минус, который пойдет на клемму аккумулятора. И бывшие 12 В. Это будет плюс на клеммы аккумулятора. Итак, вывод. После этих переделок можно заряжать автомобильные и прочие аккумуляторы. Если верить форумам, то обычный аккумулятор на 55 Ач успевает зарядиться за 24 часа. Кстати, если аккумулятор будет стоять на зарядке больше, чем нужно, то ничего страшного с ним не случится. Ведь напряжение и сила тока после зарядки стабилизируются. Но следует помнить, что это самый простой способ переделки, и он не является самым стабильным и самым надежным. Чуть не забыл, если перепутать полярность, то есть подключить плюсовой провод 14 В к минусовому аккумулятора, а минусовой к плюсовому, то устройство выйдет из строя. Всем спасибо, удачи!